Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Если бы всего четыре дня назад вы сказали нам, что администрация Байдена финансировала тайные биолаборатории, и не где-нибудь, а на Украине, мы бы не поверили. Нет, мы не будем пускать это в эфир. Спасибо. Если бы вы сказали нам к тому же, что администрация не только финансировала тайные биолаборатории, но еще и не смогла обеспечить безопасность смертоносного содержимого этих биолабораторий, перед тем, как Россия ввела войска, а они знали о наступлении, они сами этому поспособствовали. Если бы вы сказали нам это четыре дня назад, мы бы отмахнулись от вас, как от психа. Это звучало бы слишком нелепо. Невозможно, чтобы это было правдой. Слишком это все дико. В любом случае, нам уже было доподлинно известно, что эта история ложь. Мы ведь читаем USA Today, главную газету Америки. В первые же часы конфликта USA Today опубликовала опровержение для всех этих психов, которые кричали про тайные украинские биолаборатории. Вот заголовок. Проверка фактов. Ложные заявления о биолабораториях США на Украине связаны с российской компанией по дезинформации. Если прочесть эту статью внимательно, что мы и сделали, замечая, что эта проверка фактов основана на словах неназванных украинских чиновников, а также сотрудников Госдепартамента Байдена, не самые объективные источники в этом вопросе, но тем не менее казалось, что статья все расставляет по местам. Тон был очень настойчивый. Цитирую. Россия объединила усилия с Китаем, чтобы еще больше раскрутить ложь о лабораториях США на Украине. Ладно. USA Today говорит, что это российская дезинформация. Может быть. Время следующей темы. Но проверки фактов не прекращались. Вот что было странно. Та же самая проверка фактов попадалась нам на глаза снова и снова. Складывалось впечатление, что, несмотря на бесконечные официальные разъяснения, некоторые отказывались верить администрации Байдена, отдавая предпочтение российской пропаганде. Мы исходим из того, что это последователи QAnon. В этом нас заверил журнал Foreign Policy. Согласно ему, QAnon, чтобы это ни было, неудержимо распространял, цитирую, ложные утверждения об американских лабораториях на Украине, где разрабатывается биологическое оружие. Никаких лабораторий, очевидно, не существовало. Просто очередная ложь русских профессиональных лжецов. Затем высказался Евросоюз, подкрепив то же самое заявление своим авторитетам. Это теории заговора, уверял нас ЕС. Ложь, распространяемая Путиным. Затем официальный представитель Евросоюза напомнил, что информация, которую предоставляет Кремль, в целом весьма сомнительна, а надежность ее невысока, примем к сведению. Цитирую, российская дезинформация и раньше продвигала манипулятивные теории о биологическом оружии и якобы существующих тайных лабораториях. Да. Мы не будем записывать сюжет о секретных лабораториях на Украине. Последнее, чем мы хотим заниматься, так это сеять российскую дезинформацию от QAnon, так что это мы пропустили. И так все оставалось до вчерашнего дня, когда мы наткнулись на материалы слушаний Сенатского комитета по международным отношениям. На вопросы там отвечала Виктория Нуланд, что интересно, так как она принадлежит к числу тех людей, которые втянули нас в войну в Ираке и так за это и не извинились. Ныне Виктория Нуланд занимает пост заместителя госсекретаря США по Украине. Она много чего знает об этой стране. В 2014-м она срежиссировала государственный переворот на Украине, во имя демократии, конечно. Она крайне информированный источник касательно дел в этой стране. Когда она беседовала с сенатором от Флориды Марком Рубио и отвечала на его вопросы, Рубио зашел с неожиданного угла, откуда мы совсем не ожидали. Он спросил Нуланд, есть ли у Украины биологическое оружие? Нам и в голову прийти не могло, что у Украины может быть биологическое оружие. Откуда оно у нее может взяться? Казалось бы, очень странный вопрос. Но куда более ошеломительным был ответ на него. Послушайте, что сказала Виктория Нуланд. Есть ли у Украины биологическое или химическое оружие? У Украины есть объекты, где проводятся биологические исследования. Мы опасаемся, что их могут попытаться взять под свой контроль российские войска. Так что мы вместе с украинцами пытаемся сделать так, чтобы эти исследовательские материалы не попали в руки российским силам, если они подойдут ближе. Есть ли у Украины биологическое оружие? У Украины есть объекты для биологических исследований. Что? То есть, секретные биолаборатории? Те самые секретные биолаборатории, которых у Украины точно нет? Значит, все-таки есть? Все-таки есть. Причем, по словам Нуланд, эти секретные биолаборатории на Украине не только существуют, но и деятельность их настолько опасна и пугающая, что она, цитата, «опасается», что так называемые исследовательские материалы в этих лабораториях могут достаться российским войскам. Чтобы не материться в эфире, я скажу, что у нас просто отпали челюсти. На открытом слушании в комитете Виктория Нуланд под присягой подтвердила, что российская дезинформация, которая, как нам говорили, это аморальная ложь, теория заговора и бред, на самом деле абсолютная правда. Вау. Такое в Вашингтоне не каждый день услышишь. Сенсация, можно сказать. И на ум сразу же приходит десяток вопросов. Друзья, в связи с последними событиями я открыл телеграм-канал, в котором будут дублироваться выпуски Такера Карлсона на русском. Ютуб-канал продолжает свое вещание в штатном режиме, но резерв лишним не будет. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok